Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. Сегодня я приготовлю сливочный суп. И для этого мне понадобится 10 грамм сливочного масла. Я его отправляю в сковороду и включаю нагрев. Одну крупную луковицу нарежу. Нарезанную луковицу отправляю в сковороду к маслу. К луку добавляю 50 миллилитров воды и готовлю под закрытой крышкой до мягкости. Одну некрупную морковку натру на крупной терке. Натертую морковь добавлю к луку, когда он станет уже мягким. Лук стал прозрачным. Добавляю морковку и с морковкой готовлю еще 2-3 минуты. По необходимости понемножечку можно доливать воды. Не более 50 миллилитров. Подготовим картофель. 4 средние картофелины нарежем некрупным кубиком. Лук с морковью приготовились. Они стали мягкими. Морковка дала свой цвет. Выключаем. И добавляю лук с морковью в кастрюлю, в которую я налила полтора литра воды. И довожу все до кипения. Основа для супа начинает закипать. Теперь добавляю сюда нарезанный картофель. Снова довожу до кипения. И буду готовить до готовности картофеля. По необходимости периодически убираем пену. Подготовлю банку консервированной горбуши. Я ее слегка на более мелкие кусочки поломаю. Можно вместо консервированной горбуши взять любое филе. Рыбное, свежее филе, свежемороженое. Неважно. Или любую другую консервированную рыбу, которая у вас есть. Картофель готов. Теперь я добавляю сюда скумбрию, ой, скумбрию, горбушу. В это же время солю по вкусу. Добавляю черный молотый перец. Пробуем на соль. Затем добавляем 200 грамм горячих сливок жирностью 10%. Все кипит. Выключаем. В конце добавляем свежую зелень. Укроп, петрушку выключаем, настаиваем минут 5 и будем подавать. Получился замечательный, нежный, сливочный вкус. Пришло время подавать. Вот такой получился симпатичный суп. Довольно густой. Сытный. И нам осталось посчитать только его пищевую ценность. На вкус действительно очень вкусно. От такого рыбного супа вообще, на мой взгляд, трудно отказаться. Все тут замечательно сочетается. Пищевая ценность такого сливочного супа 44 килокалории на 100 грамм. Более чем замечательно и вкусно, и сытно, и можно похудеть. Красота да и только. В кастрюлю добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Среднюю луковицу некрупно нарежу. Нарезанный лук добавлю в кастрюлю к разогретому маслу. Нагрев у меня небольшой, для того, чтобы овощи не жарились, а нежно томились. Одну небольшую морковку натру на крупной терке. И отправляем морковку к луку. Туда же добавляю немного воды, миллилитров 50. И продолжаю томить. Вода позволяет при небольшом количестве жиров овощам хорошо и планомерно готовиться. То есть она не дает гореть овощам и приобретать неприятный вкус. Потому что масла-то у нас мало все-таки. Поэтому вода очень сильно выручает. Но небольшое количество. Если добавлять больше, то вкус явно испортится. Готовим на небольшом нагреве и под закрытой крышкой. В следующем нарежу болгарский перчик. У меня два небольших. Красный и зеленый. И отправляем нарезанный перец в кастрюлю. Овощи продолжают равномерно томиться. Все идет хорошо. Если вода выкипает, понемногу можно добавлять. Опять же, миллилитров по 50, не более. Один небольшой кабачок нарезаем кубиком. И так же отправляем в кастрюльку. Три средних картофелины так же нарезаем кубиком. И отправляем к овощам. Все перемешиваем. Такая вот прекрасная овощная смесь. И готовим под крышкой, под закрытой, минут 5. Через 5 минут добавляем горячую воду. Я добавила 1 литр. И теперь доводим до кипения. После закипания готовим при небольшом кипении, минут 10-15, до готовности картофеля. А я в это время приготовлю заправку для супа. Я беру 100 грамм сметаны жирностью 15% и добавляю сюда пару яиц. И все хорошенько перевешиваю. В однородную сметанно-яичную массу. Вот такая вот болтушка получилась. В конце приготовления добавляю чёрный молотый перец. И солю по вкусу. Все перемешиваем. И выключаем. Снимаем суп с плиты. И сначала немного добавляем в болтушку. И тут же перемешиваем. Понемножечку. А теперь уже переливаем заправку в суп. И сразу перемешиваем. Перемешиваем хорошо, тщательно. Такой вот красивый он получается, сливочный. Осталось добавить только зелень и посчитать килокалории. Посыпаем укропом с петрушкой. И дадим настояться минут 5-7. Красота, насыщенный. Пришло время подавать. Смотрите, какой он аппетитный получился. Красивый. Аромат и вкус просто великолепный. Суп готовится очень быстро, полезный, вкусный и низкокалорийный. Пищевая ценность такого супа на 100 грамм всего-навсего 44 килокалории. И вкусно, и полезно. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Желаю всем добра и мира.